Спасал свой бизнес, попался на взятки. В поселке Медлино задержали предпринимателя. Мужчина пытался дать взятку инспекторам миграционной службы за своих нелегальных китайских рабочих. Впрочем, откупиться таким образом ему не удалось. С поличным его задержали сотрудники ФСБ. Оперативники нагрянулись с визитом поздно ночью. У гостей из Поднебесной стали проверять документы. Стражам порядка пришлось нелегко, ведь китайские мигранты практически не говорят по-русски. Представится, как зовут по-китайски? Пускай по-китайски, как зовут? Инспекторам все-таки удалось выявить двоих нарушителей миграционного законодательства. Пара гастарбайтеров незаконно проживала и работала на территории нашей страны. У него документы-то есть? Есть, есть. Давайте по-русски. Оказалось, теплица на закрытой территории построил один из местных предпринимателей. Его задержали накануне при попытке дачи взятки. Мужчина объяснил, хотел сэкономить на зарплате рабочим, потому и нанял китайцев. А чтобы их не депортировали, бизнесмен пытался заплатить стражам правопорядка 15 тысяч рублей. После ареста коммерсант был отпущен под подписку о невыезде, но, видимо, продолжил покрывать своих нелегалов. У нас тут-то проживает и на стране, но не проживает их. Жаль, а мы за ними приехали. Вы хотели забрать их? Да. Сейчас бизнесменом занимаются следователи. За попытку дать взятку полиции мужчине грозит штраф в размере почти 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 8 лет. Мария Минина, Анастасия Шкитина, 31 канал.